Драка за прошлое. Последние недели этого жаркого мая распалило в Самаре небывалые страсти. В общем-то, банальная историческая дискуссия, вряд ли способная привлечь внимание широкой публики, неожиданно переросла в настоящую потасовку. Кто бы мог подумать, что события почти 100-летней давности способны так перевозбудить людей взрослых и внешне даже вполне интеллигентных. Мне стыдно за то, что мы ведем себя как нецивилизованные люди. Элементарно. Вы стыдно за то, что мы ведем себя как нецивилизованные люди. Грязь в себя слойте. Браво! 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 Стихает гражданская война, от темна до темна, много полных родинок, только правда одна. Иди от чудовища! Иди от чудовища! Со времен гражданской войны много воды утекло, но правда по-прежнему у каждого своя. Побоище, случившееся на неделе в, пожалуй, самом неподходящем для этого месте областной библиотеке, стала кульминацией дебатов, что идут в Самаре последние шесть лет. Быть или не быть в городе памятнику белочехам. Этот вопрос, казалось бы, интересный только историкам, неожиданно стал посерьезнее Гамлетовского. Ну а то, что круглый стол, на котором ученые-мужи должны были, наконец, дать на него ответ, превратиться в политическое шоу, можно было догадаться и без дедуктивного метода. На подступах к библиотеке прохожим раздавали листовки с пафосным заголовком «Битва за Самару», а у входа стояли ряженые под красноармейцев, всем своим видом показывая «Враг не пройдет». Смысла ставить памятник убийцам белочехам – это преступление против тех красноармейцев, которые они расстреливали. Коротко изложу суть событий, их о которых расколола Самару по хлеще недавнего землетрясения. Белочехами принято называть «остатки чехословацкого корпуса», который был сформирован Ставкой Верховного Командования Царской Армии в Первую мировую войну. Это были чехи и словаки, служившие в Австро-Венгерской армии, но сдавшиеся в плен. Чтобы потом, при поддержке русских, освободить от захватчиков родную землю. Но когда уже советская Россия заключила с Германией Брестский мир, чехословаки, вместо того, чтобы разоружиться и оставить страну, продолжали воевать на стороне Антанты. Часть легионеров в Самаре помогала Народной армии комитета членов учредительного собрания, сокращенно Комочи, в боях против большевиков. Потом, понимая бессмысленность защиты окруженного красноармейцами города, эвакуировалась. Покидая Россию, Чехословакия в Самаре, как и во многих городах страны, оставили своих павшихся отечественников. Памятный знак, аналогичный в рамках соглашения с Чехией, уже установленный в восьми российских городах, в Самаре должен появиться на месте, где захоронено 53 погибших белочеха по адресу Красноармейская, 133. Это было бы такое символичное примирение красных и тех, кто воевал против них. Но современных большевиков и тех, кто им сочувствует, этот факт напротив приводит в особое бешенство. Я считаю, что это сейчас вообще люди, ну идет процесс примирения, вы понимаете? Как же, допустим, итальянцы в Мордовии в лагерях нашли имена, и сейчас приезжают семьи их, их родственники и пытаются найти отца, деда и так далее. Это же нормальная ситуация, понимаете? Когда все было под запретом, когда никто... И сюда никто не знал, и до сюда пришли-то. Ну что, адвокатом выступаете? У вас в России, ну как... Ну, ребят, вы не знаете истории, они воевали на стороне России, с Германией и с Абсу-Венгельской. И если в этом споре суждено было родиться истине, то за громкими криками и хлесткими фразами ее явно не расслышали. Да и какой исторической правде можно вести речь, если те, кто слал проклятие на голову белочехов и самарских краеведов, решивших увековечить их память, путали даты, события, не знали, что это такое антанта, так в Первую мировую называли Союз России с Англией и Францией, что, впрочем, не мешало им о событиях гражданской войны говорить с уверенностью очевидца. Перерезали всю Россию и практически одни и те, кто спровоцировал гражданскую войну, так сказать, по заданию. Теперь нынешние вы, ребята, пытаетесь нам комплекс некой вины перед какими-то торчняками гребанными. Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Пожалуйста, выйдите отсюда. Молодой, пожалуйста, выйдите отсюда. Или перестаньте не употреблять слова, которые непорядочные в вашем возрасту употреблять. Либо действительно... Пожалуйста, давайте вернемся в русскую. На толкучке в дайву. Не на базаре. Полемика наша эмоциональная иногда приводит к таким вещам, которые просто недопустимы. Я вот проиллюстрирую на некоторых предметах. Вот выходит газета. Вот здесь фотография. На этой фотографии изображены обезображенные в ходе боя тела чешских солдат. Чешские легионеры стоят и прощаются со своими товарищами. Но надпись не такая. А надпись такая, что чехи позируют над телами убитых именно красноармейцев. Но это нехорошо. Мы же не во времена гибель, к сожалению. Второй момент. Пошла гулять байка о том, что чехи здесь расстреляли десятки тысяч человек. Откуда? Мы спрашиваем у журналистов. Журналисты люди доверчивые. Тут никуда не денешься. Они говорят, нам историк сказал. Известный самарский историк такой. Фамилию опять-таки называть не буду. Но нельзя допускать такие легкомысленные заявления. Факты и аргументы тонули в криках и в нелепых обвинениях. Когда вождь местных красных, господин, ох, простите, господа, как известно все в Париже, товарищ Лескин, неожиданно переключился с Белочихов на поиск внутренних врагов. Заподозрив краеведов чуть ли не в измене родине и российскому гражданству. Подойдите сюда, пожалуйста. Подойдите сюда. Вы по-русски читаете? Подойдите сюда. Ну, подойдите, пожалуйста. Вам тяжело ответить. Ну, почему? Это российское гражданство. Вот, пожалуйста. Хорошо. У вас граждане заводят. Я могу принести. Если вы по-русски читаете, там тоже написано. Вы вставайте сейчас как провокатор. Вы об этом не подумали. И вот тут-то, когда тем, кто сорвал заседание круглого стола, надоело лить воду словесную и поливать оппонентов грязью, они решили устроить противникам холодный душ. Грязь себе смойте. Браво! 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 А подмочили собственную репутацию. Ваше место в другом месте, а не в библиотеке. Вестерин, небытая Россия. Это точно. А он давно нашел в баню. Мне стыдно. Мне стыдно. Мне стыдно. За вас. За вас. За вас. За вас. У вас вопросов нет. Жизнь. Ваше место. Очевидно, что вводные процедуры были заранее запланированы. По крайней мере, нашу съемочную группу еще с самого начала дискуссии предупредили, что самое интересное будет в финале. Меня как титул облили. Не выражайте. Сегодняшний инцидент – это только лишь свидетельство того, что гражданская война все еще идет. Она идет в умах людей. И мы видим, что многие проблемы отечественной истории, они очень остро воспринимаются частью населения, особенно теми, кто был воспитан в советские годы. Вот на мифах, на легендах советской истории, когда история подавалась в таком черно-белом цвете, когда она во многом фальсифицировалась. И они сейчас нам говорят, давайте прекратим воевать. Ну давайте. Давайте поставим памятный знак чехам. И все мгновенно прекратится. Ну это передергивание чистейшей воды. Давайте вспомним вначале о своих. Своих. А уже потом будем думать о тех людей, кто пришел сюда с оружием. А может, оставаясь при своем мнении, есть смысл дать покоиться с миром и тем и другим, а не устраивать политический карнавал на костях. Ведь как пил персонаж легендарного бомбараша у белых, зеленых, золотопогонных, голова у всех одна. И честное слово, пора уже созидать, а не воевать. Ты не Львома, да я Фома, ты мне слово, я тебе два бумажечку дываю, да я макоречки набью. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Плевать, наплевать, были мы солдаты, а теперь даха ты. Хорошо то, что хорошо кончается. Под занавес расскажу о еще одной битве, на этот раз судебной продолжении истории, которая еще месяц назад имела мало шансов на финал в стиле «И жили они долго и счастливо». Но неожиданно в событиях произошел коренной перелом. В конце апреля программу я посвятила резонансному процессу, в который против своей воли оказались втянуты три семьи. Среди них и семья ветерана Великой Отечественной войны Михаила Савилова. На днях эти люди неожиданно во второй раз обрели собственную квартиру. Хотя за полгода судебных тяж, признаются, уже успели отчаяться. Ничего не хотелось делать, и вообще и на дачу-то редко ездили, а теперь у нас появился задор, мы спокойны, ну все как-то восстановилось. Конечно, все это сказалось благотворно. Неудовление прекратилось, неудовление перестало. Стресс, он продолжался у нас на протечение полгода. Представляете, вынестите, терроризируете, вот эта группа, целая группа адвокатов борзых и так далее набросилась на нас. По злой иронии судьбы, старики чуть не превратились в дважды обманутых дольщиков. В конце 2012 года, после томительных лет ожиданий, они наконец получили квартиру в 101-м доме по 5-й просеке. Это был некогда один из десятков проблемных объектов в Самаре, чей застройщик умыл руки раньше, чем убрал строительные краны. Доводил до ума его же областной минстрой на бюджетные деньги, и в 2012-м 175 дольщиков наконец получили заветные ордера. Еще несколько квартир оставались свободными, и региональное правительство, поскольку являлось их собственником, распорядило жильем так, как посчитало нужным. Квартиры отдали тем дольщикам из областного реестра, кто в них больше всего нуждался. Савиловы въехали, взяли кредит, сделали ремонт, дело шло к новоселью, но неожиданно выяснилось, что на их жилье нашлись еще одни хозяева. В аналогичной ситуации оказались еще две семьи ветерана Афганской войны и ветерана труда. И хоть фамилии новоявленных претендентов на квартиры были разные, подробности трех процессов, которые стартовали в Октябрьском суде, были как под копирку. Квартиры якобы от застройщика через цепочку сделок перешли третьим лицам, и купля-продажа шла тогда, когда стройка была заморожена. Вот моя квартира находится в 16 этаже, дом стоит 10 этажей, с дома убирают строительные краны, в это время происходит покупка моей квартиры по документам. Кто бы в это поверил? Мы вот в это не верим. Попали, значит, ну, как мы подозреваем, под чистый развод. Судья уже заявлял на их заседании, на нашем заседании, что вы зря делаете ремонт. Вам это, скорее всего, придется покидать. Не пришлось. В конце апреля этот процесс прогремел не только в регионе, но и за его пределами. Решение суда оказалось неожиданно в пользу героев этой передачи. Благодаря тому, что вмешались и средства массовой информации, и представители власти, благодаря средствам массовой информации, в общем-то, дело приняло другой оборот. Я считаю, вполне законный. То есть ускорение некое предали, да? Обязательно. Не просто ускорение, оно спасло ситуацию в данный момент. Потому что заседание, которое у нас делалось в середине апреля, там, в общем-то, ничего обнадеживающего не было. После вашей передачи информация дошла уже и до замминистра, до министра строительства. Дошла информацию потом с помощью министра, до губернатора, до генерального прокурора области. То есть информация пошла, и люди стали интересоваться этим событием. После вашего репортажа мы почувствовали надежду, что общественность включилась, чтобы оказать нам помощь. И мы не будем выброшены из квартиры. Что произвол не состоится. И мы здесь стали просто в какой-то степени вести себя спокойно, да, Люда? У нас вселилась надежда. Многие мне стали звонить, мы вашу передачу видели, мы переживаем за вас все. А потом корреспондент московский говорит, что мы видели, следили за передачей. И, пожалуйста, примите нас. Это не только ваша беда, а беда всей страны. Вы нам очень помогли. Я радуюсь. Потому что с вас это все и началось. Теперь, когда все хождения по мукам позади, Савилову планируют устроить новоселье. В последние полгода им было явно не до него. И потихоньку дальше обживаться в заново обретенной квартире. Кровать эту мы уберем, она у нас временная. На диване будем спать. Большой диван купим уголком. Угол у нас с собой позволит уголочком. И будет прекрасно. Ну, купим еще обстановку. Обживаться будем? Обживаться будем, да. У нас же тут ничего нет. Ну и на финал этой истории со счастливым концом еще пара штрихов. СССР, которые чуть ли не лишили Савиловых и их соседей крыши над головой, так ни на один судебный процесс и не явились. Кстати, по слухам, квартира ветерана, якобы еще до решения суда, которая вот так неожиданно спутала все карты, была продана. И если этот факт и впрямь имел место быть, получается, что в этом скандале есть еще один пострадавший. Но это уже совсем другая история. Пусть не разбираются те, кому по должности и погонам положено. А я буду следить. На сегодня все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин